Большая часть экспонатов выставки, а всего их 3003, как и заявлено в названии, из коллекции дончанина Сергея Жавтобруха. Особое отношение к кошкам у него появилось 11 лет назад, когда на дачу к Сергею забрел бродячий кот. Потом была покупка нескольких фигурок из декоративного стекла. Они и стали первыми экспонатами коллекции, которая сейчас уже насчитывает более 3000 изображений, фигурок и даже брелков и марок на кошачью тему. Главное требование к экспонатам – кошки должны быть оригинальными. Самый главный критерий отбора коллекции – это так, чтобы каждая фигурка или предмет нёс себе образ кошки. То есть был реально максимально приближён к этому животному. Не просто силуэт, хотя тоже такое есть. Главное, чтобы этот предмет был уникален, обладал динамичностью, обладал характером внутренним и внешним именно настоящей домашней кошки. Среди экспонатов коллекции Сергея Жавтобрюха много авторских работ, которые он приобретал в различных городах Украины. Как отмечает автор экспозиции, в нашей стране по разнообразию количеству изображений кошек выделяется Киев, Крым и, конечно же, Донецк. Помимо этого, многие фигурки были привезены из-за границы. Так что на выставке представлены экспонаты, которые отображают взгляд на кошек в различных частях света. Есть люди, которые специально привозят. В основном это с Европы, с Америки. То есть целенаправленно привозят кошек именно под коллекцию. Большинство фигурок покупается в простых сувенирных магазинах. Я приношу, показываю, а где ты это взял? В сувенирном магазине. Почему мы не видели? Потом заходят, да, там целые полки этих кошек стоят, а мы их даже не замечаем. Первая выставка Сергея Жавтобруха прошла в Кровеческом музее в 2008 году. С тех пор его коллекция почти полностью обновилась. Первая экспозиция произвела такое огромное впечатление на посетителей, что некоторые из них после просмотра сами увлеклись коллекционированием изображений кошек. Кошки сами по себе, они независимые. Кошка гуляет сама по себе. Ну, а вот тут, представляете, они во всей красе. Ну, вот после этой выставки я сама их начала собирать. У меня дома тоже много статуэток, открыток. И один такой рыжий живой экспонат, по мне, абрикоская, наглый, как лиса. Во второй части выставки представлены экспонаты из коллекции Анны Гореловой. Она собирает фигурки кошек уже более 10 лет. Сейчас в ее коллекции около 700 кошек. Особенность фигурок – это их размеры, не более 10 сантиметров в высоту и наличие имен. Они все имеют имена. Да, я, конечно, все не помню. Около 700 сейчас в моей коллекции насчитывается. Но имена есть выдающиеся, в том числе и наших земляков. Есть у меня и Писарев, есть и Подкопаева, есть и Бубка. Поэтому вот я определяю не только по месту приобретения, но и чисто внешнее сходство. Определяет и дает имя моей фигурке. Далеко не все экспонаты выставки отправились в витрины под стекло. Некоторые кошки остались снаружи. То ли из-за своих размеров, то ли из-за своих умений, которые они готовы продемонстрировать посетителям экспозиции. Я еще и на машинке вышивать умею, говорил Кот Матроскин из известного мультфильма. Коты с выставки пока еще не шьют, но некоторые из них уже умеют петь и танцевать. Оба коллекционера планируют продолжать собирать кошек. Более того, в планах Сергея Жевтобруха создание первого и единственного в Украине музея кошки. Естественно, располагаться он будет в Донецке. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.